Чувашия станет пилотным регионом в реализации проекта «Трудовые резервы». Сегодня об этом заявил президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества. Илья Галаев встретился с главой республики, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Корпоративные занятия физкультурой для региона становятся нормой. На предприятиях республики создано уже свыше 40 спортивных клубов. Михаил Игнатьев отметил, что в рамках подписанного с Добровольным обществом трудовые резервы соглашения предстоит большая работа. Сегодня указ подписал, чтобы еще в шаговой доступности построить плоскостные спортивные сооружения, чтобы людям было удобно, комфортно и семьей, когда реально могут заниматься. Сейчас главврачи во время обеда выводят своих сотрудников. Кто рано встает, они по утрам. Это прямо корпоративно, в трудовых коллективах все это проводится. И в школах. В рамках национального проекта в занятия спортом должны быть вовлечены порядка 55% жителей. Для республики это вполне выполнимая задача. В планах строительства современных площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО. Чувашия станет участником и масштабной программы общества трудовые резервы. Нас поддержал президент, нас поддержал премьер-министр. На начале этой недели вышло распоряжение президента о субсидировании нашего общества через министерство спорта. В любом случае, я так понимаю, вы вот-вот уже подойдете к реализации 55%, которую поставил президент. Глава региона отметил, что с добровольным спортивным обществом республика наладила тесные связи. В следующем году Чувашия примет межрегиональные корпоративные игры округа. Масштабная спартакиада трудящихся намечена на сентябрь. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.